В настоящее время здесь мы сортируем сливу, чернослив. После мойки, это у нас бланширователь, мы на пару бланшируем, стерилизуем продукт. Вообще, для производства наших батончиков мы закупаем преимущественно наше местное сырье. Это сушеные яблоки с Оржской области, чернослив с Джалабадской области и курагу с Бабкенской области. Ну, вот такого плана сырье, если, допустим, по яблокам брать, то примерно вот такие яблоки мы закупаем. Чем лучше качество сырья поставщик нам предоставит, тем меньше на самом деле работы нам. Вообще, мы начали данную деятельность в конце 2015-го, в начале 2016-го года. Мы с друзьями, нас четверо, мы основали компанию, начали производить пакетированный микс из сухофруктов и орехов. На то время у нас было арендованное оборудование, арендованный цех по батончикам. И, соответственно, мы обратились в проект, конкурентное предприятие, ЮСАИД, и получили грантовую поддержку. Мы получили ряд оборудований, если из больших, это сушильные камеры, микроволновая сушилка, это моечное оборудование для сухофруктов, ну и, соответственно, в принципе, весь процесс почти для производства фруктовых, ну и протеиновых батончиков. Это была колоссальная помощь на тот момент, потому что кроме затрат на оборудование необходимо закупать сырье, необходимо выплачивать заработную плату, аренду платить и так далее. То есть мы смогли где-то сэкономить на закупку оборудования, на модернизацию, расширение, и эти деньги направить уже на оборотные средства. Кроме перспективы получить грантовую поддержку, это дает очень хорошую моральную поддержку, ты начинаешь еще больше верить в свои силы, ты начинаешь видеть, что ты можешь очень быстро развиться, развить свой бизнес. Если оглянуться назад и посмотреть, через что мы прошли вместе с USAID, то, я думаю, вот у нас на это ушло, допустим, до текущего момента 6 лет. Без партнерства с USAID, наверное, у нас ушло бы лет 10, где-то так.